В 1981 году Всемирный центр слежения за инфекционными заболеваниями в Америке объявил о новом заболевании СПИДе ВИЧ-инфекции в 1981 году. Начиная с 1988 года, с 1 декабря мировое сообщество ежегодно празднует, отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом. В этот день и накануне 1 декабря проводятся масштабные акции, которые способствуют борьбе с этой инфекцией, санитарно-просветительная работа, обследование разных контингентов на ВИЧ-инфекцию. Лекции проводятся в школах, институтах, других учебных заведениях. И массовое-массовое обследование людей с целью выявления новых случаев ВИЧ-заболевания. В России также проводятся в некоторых областях такие акции. В результате было выявлено определенное количество лекций на промышленных предприятиях, которые даже не подозревали о том, что они ВИЧ-инфицированы. Значение этого дня большое на современном этапе в связи с тем, что в последнее время появилась группа так называемых СПИД-диссидентов, которые отрицают вообще ВИЧ-инфекцию. Они создают свои группы в интернете, проводят, я бы сказала, такую антисанитарную работу. То есть они настраивают молодежь о том, что ВИЧ-инфекции не существует, обследование не нужно и лечение также ни в коем случае не нужно проводить. Поэтому 1 декабря мы максимум усилий направляем на то, чтобы просветить наше население об этой серьезной инфекции. Что такое СПИД? СПИД – это синдром приобретенного иммунодефицита. Что такое ВИЧ? Это вирус иммунодефицита человека. То есть человек может быть инфицированным вирусом иммунодефицита человека, а СПИД – это уже заболевание. То есть вирус, внедряясь в организм человека, поражает в основном клетки иммунной системы. И когда наступает заболевание, то есть уже человек не может отвечать достаточным иммунным ответом, присоединяется масса оппортунистических инфекций. ВИЧ-инфекция – это кровяная инфекция. Исследования последних лет показали, что вирус иммунодефицита содержится практически во всех физиологических жидкостях человека. Это и в крови, и в сперме, и в слюне, и в том числе в грудном молоке. Заразиться ВИЧ-инфекцией можно половым путем. Можно, чаще всего наркоманы заражаются при использовании неодноразовых шприцов для введения наркотических средств. Заразиться можно, так сказать, вертикальным путем, когда от ВИЧ-инфицированной матери рождается ВИЧ-инфицированный ребенок. Но я должна сказать, что в последнее время наука далеко пошла, и в последнее время наука ушла далеко вперед, и при употреблении антиретровирусной терапии химиопрофилактика проводится, и в последнее время большинство детей от ВИЧ-инфицированных матерей рождаются здоровыми. Заразиться можно также при грудном кормлении. То есть, если ВИЧ-инфицированная мать кормит ребенка грудным молоком, практически со стопроцентной вероятностью можно сказать, что ребенок заразится. Поэтому всем ВИЧ-инфицированным мамам категорически запрещается кормить своих детей и грудным молоком. Ну и, конечно, к сожалению, случается у нас внутрибольничное заражение, когда в больницах используют нестерильный инструментарий. Роспотребнадзор и Росздравнадзор проводят систематический контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в больницах и за соблюдением режима стерильности в лечебных учреждениях. Ну и заразиться также можно банально вот в косметических кабинетах, когда нерадивые косметологи используют нестерильный инструментарий даже для того же самого маникюра. Начиная с начала пандемии ВИЧ-инфекции с 1981 года в мире было зарегистрировано 78 миллионов больных с ПИДом. Практически половина из них погибла. Вот где-то около 40-41 миллиона сейчас больных с ПИДом насчитывается во всем мире. В Российской Федерации по данным 2013 года насчитывалось 894 тысячи с лишним больных, вернее ВИЧ-инфицированных людей. Ну конечно вот на 2014 год мы приближаемся где-то к миллиону. Если в прошлом году у нас было около 80 новых случаев ВИЧ-инфицированных, в этом году мы уже ожидаем около 90 тысяч ВИЧ-инфицированных. В Электрогорске, ну я думаю, что эти данные не секретны, по данным прошлого года у нас было зарегистрировано 154 ВИЧ-инфицированных человека. К сожалению, цифра больных и ВИЧ-инфицированных от года в год в Российской Федерации растет, хотя в мире эта цифра становится меньше. Растет число феминизации ВИЧ-инфицированных больных. Сейчас, на сегодняшний день, в Российской Федерации насчитывается около 37% ВИЧ-инфицированных женщин, девушек и даже девочек. По данным прошлых лет, это было около 20-24%. На сегодняшний день в мире известен один случай излечения от СПИДа. Больной, который был болен лейкопенией в связи с вирусом иммунодефицита человека, ему была проведена пересадка костного мозга. И вот по данным историческим, такой этот больной излечился от СПИДа.